Тверской областной суд завершает соседебное заседание по головному делу в отношении активных участников организованной преступной группы Алексея Филиппова, Антона Сильченко, Дмитрия Грибанова, Вячеслава Стишенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. Незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастная к производству и сбыту крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Суд выслушал последнее слово подсудимым. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей. Нарколаборатории, в которых произведено более 30 килограммов запрещенных веществ, размещались в Твери, Калининском и Старицком районах Тверской области. На месте производства задержано с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых трое граждане России и трое граждане Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мифедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 килограммов, а также по предварительным оценкам около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в пролетарском районе областной столицы. Скажите, вы считаете себя виновными? Да. По предъявленным статьям всем? Да. Вы у кого-то хотите попросить прощения? Общество. Напомним, ранее Старицким районным судом вынесен приговор другой участницы этой организованной преступной группы. Виктория Смирнова, она в составе ОПГ, приняла участие в производстве более 27 килограммов наркотического средства мифедрон и психотропного вещества амфетамин. Смирнова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая это, суд приговорил Смирнову к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Еще двоим участникам ОПГ удалось скрыться, а не объявлены в международный розыск. Оглашение приговора членам ОПГ запланировано на конец мая 2021 года.